Приветствую вас, вы знаете, если говорить вот о том, что вам в этой ситуации можно предпринять, то мне думается, мне думается, что лучше всего вам предпринять в этой ситуации, будет, значит, поговорить с ним, вот. И выяснить, выяснить, что конкретно человек, ну, что конкретно человеку не по душе, то есть, чего он боится, почему он опасается так серьезных отношений, да, вот, и, может быть, тогда, тогда он имеет смысл не серьезные отношения выстраивать, да, с человеком, то есть, ну, смотря на серьезные отношения, вот, почему вообще отношения, да, то есть здесь у вас, как бы, отношения ставятся выше самого человека, вот, что, на мой взгляд, совершенно неприемлемо, неприемлемо ставить сами по себе отношения, да, выше, чем, чем человек, вот, то есть все-таки вы же, ну, вы все-таки выстраивается это отношения с людьми, вот, а не с, ну, а не ради отношений, вы знаете, вот. Поэтому мне думается, что, вот, в первую очередь, все-таки, вопрос нужно ставить так, вот. Это первое, что, что я хотел вам сказать, первый момент, который, который я хотел вам сказать. Дальше. По тексту вашему в целом, я заметил, что вы как-то, может быть, в себе не уверены изначально, в себе сомневаетесь, заинтересованы чересчур в отношениях, то есть я хотел, чтобы вы, вот, правильно поняли меня, что чрезмерная заинтересованность в отношениях, она к хорошему не приведет, именно чрезмерная заинтересованность. То есть, когда отношения для вас нужны, к примеру, ну, отношения вам, точнее вам, когда отношения вам нужны больше, чем это есть в норме. И если вы, действительно, как-то, вот, в себе сомневаетесь, да, если вы, действительно, как-то, в себе не уверены, то лучше, наверное, все же этот момент для начала проработать, лучше, наверное, этот момент для начала поисследовать, а уже потом, после, уже будет что-то такое более-менее понятно, чтобы вы, например, выглядели в отношениях естественно, чтобы вы вели себя в отношениях естественно, чтобы вы позиционировали себя в отношениях более естественно. Вот, потому что сейчас вы явно через чур замотивированы. Дальше. Так, значит, познакомилась с мужчиной в интернете, пишите вы. Значит, здесь Юлия, я сразу хочу вам сказать такую важную вещь, что он, как правило, достаточно редко происходит знакомство в интернете просто так. Вот именно просто так знакомство в интернете почти не происходит. Просто так. если это происходит, значит, а у этого, как правило, есть какой-то свой вот, значит, ну, контекст. То есть почему-то вы, грубо говоря, пришли к тому, чтобы познакомиться в интернете. Не в реальной жизни, да, а в интернете. То есть это резко бывает случайно. У этого, как правило, есть свои причины, далеко не всегда осознаваемые человеком в данном случае вами, например. И с этими причинами тоже желательно разобраться, потому что отношения по интернету достаточно редко приводят к чему-то хорошему. Поэтому достаточно редко отношения в интернете приводят к чему-то позитивному. То есть такое, конечно, конечно, случается. Такое, безусловно, происходит. Вот. Вот. Оно редко. Поэтому, скорее всего, человека в интернет приводит какие-то, видимо, неудачи, какие-то, видимо, негативные истории, негативный опыт. Возможно, ну, взаимодействие, негативный опыт взаимодействия с, допустим, противоположным полом. Да? Вот. И так далее. То есть, если это действительно так, то лучше, в первую очередь, конечно, поработать с этим. А уже потом, ну, предпринимать, да, какие-то шаги по выстраиванию отношений с партнерами. Вот. Чтобы это не было, вот, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ то есть на этот тоже я обращаю ваше внимание потому что момент этот момент это очень важный для вас дальше мы одного возраста нам по 33 года он из другой страны для вас это имеет значение с другой стороны а если он из другой страны то какие у него вот собственно говоря национальные особенности ведь они же у него по-любому есть они у него по-любому есть эти особенности но так вот было бы очень неплохо если бы вы об этих особенностях в том числе и рассказали бы вот если вы пишете что человек ну что у человека человек в другой стране ну значит нужно здесь этот момент тоже выделить и преследовать дальше общались по вайберу две недели а потом приехал ко мне в мой город пробовать и встречались несколько раз ночевали вместе секса не было целовались обнимались разговаривали и ну на первый взгляд вроде бы все хорошо вроде бы все хорошо да на первый взгляд целовались лежали обнимались секса секса не было даже да вот на первый взгляд все относительно не плохо вопрос на самом-то деле немножко другом вопрос немножко другом а насколько у вас много общего ну да я вообще говоря ну если я обычно с мужчиной что вот вы говорите нас вот мы лежим до лига тоже нет разговаривалиce по идее пask о то что disobedient то что общего много достаточно или я что-то упустил. Опять же две недели это достаточно маленький срок, то есть две недели это очень мало для формирования насчет каких-то отношений. Дальше, так, было очень комфортно просто быть рядом, а сейчас заметно, что он сказал, что возможно, хочется ли серьезных отношений, но не уверен. Ну вот, здесь я бы уже, если честно, насторожился бы, потому что, когда люди говорят так, то есть вот, что я хочу, или хотел бы, или хочу серьезных отношений, то это означает, что человек вот этим самым отношением придает больше отношения, да, чем нужно, к сожалению. То есть они для него играют большую роль, чем необходимо. То есть человек ориентирован не на вас, не на то, чтобы с вами быть, да, не на то, чтобы, вот, там, ну, к примеру, к примеру, там, для вас что-то сделать, да, а он наделен на построение серьезных отношений. Хотя о каких серьезных отношениях речь, если вы, там, грубо говоря, все две недели общались по вайберу, и вот сейчас, значит, ну, не сейчас, но относительно сейчас, ну, значит, пообщались, что только две недели по вайберу, да, и вот несколько дней провели вместе, встретились несколько раз. То есть, о каких-то ростах они хотят речь. Вот, было видно, да и сам он сказал, что хочет быть со мной, но боится ответственность, его пугает расстояние. Но это ключево, один из ключевых аспектов, что человек боится ответственности, то есть, если объективно мужчина, да и вообще любой человек боится ответственности, то это значит, что человек неуверенный в себе, тревожный, склонный, склонный к чувству, например, вины и, соответственно, с такой достаточно нестабильный, скажем так, ну, не психикой, да, психикой нестабильной, наверное, сказать было бы неправильно, скорее с нестабильным подходом к жизни, то есть, подходом к жизни, который меняется, на трек сегодня, одна, да, для друга, это какой-то такой, какой-то такой, эм, стабильности и четкости в, эм, его поведении, да, ну, скорее всего, не будет, опять же, Потому что человек, вот, это человек, который боится ответственности. Дальше идём. То есть, вам, в свою очередь, нужно решить, а готова ли я к тому, что мой мужчина, например, вот мой мужчина, готова ли я к тому, что мой мужчина будет таким вот безответственным? Готовы ли я к тому, что он будет такой? Готовы ли я принять его таким безответственным, что мне придётся какие-то вещи брать в свои руки, соответственно. Далее, вы пишите уже не первый раз, что было видно, и он сам сказал. Было видно, и сам он сказал, это ориентированность на человека, на другого человека. Это ориентированность именно на партнёров. Но не на себя. Вот. То есть, есть вопрос? Да? Опять же, к вам. Почему? Вы ориентируетесь на него, а не на... Ээээ. Значит, себя. Так? То есть, вот, эээ. Так? То есть, вот эээ, когда вы ориентируетесь ээээ, на себя, именно вот на себя, когда вы ориентируетесь. Что здесь, в общем-то, в общем и целом, здесь все так довольно, ну, определенно, как правило, потому что, когда дело касается другого человека, вот, то всегда возникает какая-то вот неопределенность, всегда возникает какие-то сложности, там, трудности и так далее. Потому что ориентирование идет на другого, не на себя, не на себя. Что важно. Дальше. Далее. Я попросил его решить, хочет ли он в серьезных отношениях со мной или нет. Это еще один такой, в общем, достаточно показательный аспект ситуации. В целом, в целом. Какой аспект? Вы предлагаете человеку, да, решать за вас, вашу часть. То есть, почему вы на него полностью перекладываете ответственность за принятие решения об отношениях. Ведь отношения строят не только он, но и вы тоже. Вы тоже выстраиваете отношения с человеком. И это нужно понимать. Очень хорошо это нужно понимать. И, возможно, после того, как мужчина вам сказал, что он ответственность это, в общем, боится, да. Вот. Вы тут же этот самый ответственность на него и взвалили. Как бы. И это мужчина может от вас, конечно, отбугнуть. Потому что он может это воспринять так, что вы его просто-напросто не уважаете. Вы его, ну, не принимаете в расчет его чувства, его возможности. Вот. Очень важна, я вот хотел бы подчеркнуть, очень важна ваша субъективная сторона этого вопроса. Почему судьбу отношений вы предлагаете решать тому, кто заведомо отношений этих самых боится, боится ответственности? Вот. Понимаете, какая штука? То есть, вот, что, грубо говоря, что вас к этому столкнуло. Дальше. Он сказал, что ему нужно подумать, и мы поговорим в субботу, да. То есть, понимаете, у вас отношений-то, по сути, нет. А, ну, как бы, у вас отношений нет еще. По факту. По факту отношений еще нет. Потому что вы друг друга, ну, не знаете. Вы друг о друге вообще практически ничего не знаете. А вы уже решаете судьбу отношений. То есть, совершенно очевидно, на мой взгляд, совершенно очевидно, что каждый из вас здесь пытается решить какую-то свою проблему. Но, повторюсь, своя проблема, то есть, лично ваша проблема, это не проблема отношений. Понимаете? Это не проблема отношений. Это проблема ваших потребностей. И решать ее нужно исходя из этого. Понимаете? Понимаете? Дальше. Эээм, значит. Эээ, потом, после утра, в пятницу, он просто исчез, никакой связи. Ну, то есть, человек, банально, испугался ответственности. Причем, той, которую вы на него позволили еще больше. Причем той, которая касается, скорее всего, касается только вас. Вот. И, вот, собственно говоря, именно так, именно так, человек и, значит, почувствовал, что вы, ему, ну, вот, вы на него не ориентируетесь, ориентируетесь вы на себя. И что требуете вы от него дать того, требуете вы от него дать то, что он дать не может. Но, что, конечно, нужно вам, это безусловно. Вот. Ну, а кому хочется, да, почувствовать себя каким-то, вот, ну, ущербным, там, старосортным, но именно так себя почувствовал мужчина. Потому что он понял, что вы требуете от него того, чего он вам, в общем-то, дать не может. Вот. И его реакция, она именно такая. Я не считаю, что это реакция хорошая, я не считаю, что это реакция правильная, но я считаю, что эта реакция вполне догономерна. И самое главное, что ваша реакция, когда вы, вот, сказали мужчине про отношения, про то, чтобы он решал, да. Вот. Вот. Вы уже здесь, вступили в свой, может, ну, сценарий. Вот. Вы вступили в свой сценарий, который отталкивает вас от отношений, то есть, ну, это, возможно, вот, излишняя концентрация на этих самых отношениях, да. Излишняя такая вот, ну, зацикленность, можно так сказать, на них. Вот. Благодаря чему, благодаря чему вы, скорее всего, вот, вот, досконально. То есть благодаря чему вы вот 33 года одна находитесь и знакомитесь с мужчинами по интернету, это же тоже не случайно подобный аспект происходит. Вот. Дальше. Я была очень расстроена, почти вы. То есть, Юля, смотрите, вы человека знаете совсем чуть-чуть. Вообще практически его не знаете. Общаетесь вы с ним только две недели, вот, по вайберу. Несколько, значит, встреч у вас произошло в реальности и все. И вы уже по факту расстраиваетесь. То есть у вас уже имеют место быть какие-то ожидания от молодого человека. Своего молодого человека. Хотя он еще далеко не ваш он. Вы даже с ним, вы даже его еще не знаете. Но у вас уже есть, у вас уже есть некие ожидания от него. Понимаете? И вот это уже говорит о ваших потребностях. О том, что вам нужно. О том, что вам необходимо. О том, чего вы хотите. Во. То есть, это вопрос. К вам. Как раз таки. Что вам нужно. Это вопрос к вам. Чего вы желаете. Это вопрос к вам. Значит. Ну, почему вы так поступаете. Значит. По отношению к себе и по отношению к партнеру. Дальше. И природа ваших чувств. Какова природа ваших чувств. Природа ожиданий, что вы хотите. В пятницу вечером я встретился с другом. Другим. Который просто друг. И он сказал, что не нужно расстраиваться. Если не может на что-то повлиять, лучше просто отпустить. Эм. Разве хорошее. Но, к сожалению, достаточно банально. В том смысле, что отпустить можно далеко не всегда. Вот. Но отпустить можно только в том случае, если адекватно разбираться. Эм. Со своими потребностями. Да. Со своими желаниями. Со своими чувствами. Да. То есть если вот. Ориентироваться в этом. В этом все. Вот. То в таком случае. Да. Конечно. Это. Хороший рекомендаст. Но если человек. Вот как. Ну вот как. Как вы, например. Да. Не разбирается в своих чувствах. В своих эмоциях. Что. Я думаю вам будет сложно. Я думаю вам будет сложно. Просто взять ситуацию и отпустить. Поэтому. Я не думаю, что. Ага. Подходит. Вам. Эм. Такой. Такой. Такая рекомендация. Я действительно пытался его отпустить. У меня были только позитивные мысли в голове в середине. Что это наши пытались отпустить. Какие мысли были позитивные у нас в голове. Эм. Спустя 4 дня после исчезновения. Написал мне. Это выбило меня из колеи. Выбило вас из колеи. Потому что. Все чувства. Которые у вас имелись. Все чувства. Которые у вас были. Они все никуда не делятся. Эм. По факту. Как были так и остались. Они никуда не ушли. Они никуда не спрятались. Понимаете. Какая история. Вот. И. Как бы. Это очень. Важный момент. Потому что. Когда. Когда вы говорите. Что. А. Вас. А. Выбивают что-то из колеи. Да. Когда вы говорите об этом. Что это вопрос. Собственно говоря. А. К вам. Почему. Меня. Эм. Выбивают что-то из колеи. По какой причине. Меня. Выбивают что-то из колеи. Вот. Кто ответственен. За. Это. За то что. Меня. Вот. Выбивают из колеи. Да. Кто ответственен за это. Мой мужчина. Да. Или. Или я. Например. Ну и конечно вы. Поэтому. Ответственность. За. То что вас выбило из колеи. Вам нужно взять на себя. И сразу себя. Почему меня это выбило из колеи. operation. У меня все вроде бы. У меня все вроде бы. Были. Позитивные мысли. У меня все вроде были. soutесь. У меня все вроде бы. были россии. charity. Хорошее настроения да. Вот. Вос�ей сменивается. Потом. Дальше. Эм. Так. Что написал. Мне жаль, что я не мог ответить, у меня не хватило смелости, я думаю, что я трус, я не хотел тебя расстраивать, я расстроил тебя очень сильно, ты права, ты мне действительно нравишься, но я не готов к серьезным отношениям, я не мог тебе это рассказать, потому что я трус, мне действительно очень грустно, я думаю, что я последний тренер, я обвиняюсь, мне очень жаль. Значит, далее у вас идут, по сути дела, сомнения в себе, что все, что вы, вот, описываете дальше, это просто сомнения в себе, не более того, почему, потому что вы говорите, что вот он мог сказать это из жалости, но с чего вы решили, что вы достойны жалости? Быть может вам хочется себя, действительно себя пожалеть, быть может, это немножко другая история, если вам хочется себя пожалеть, но человек здесь абсолютно ни при чем. То есть, то, что он сказал, напрямую, значит, отражает, что, значит, что он говорил до этого, говорил до этого то, что он, вот, собственно говоря, боится ответственности, да, не уверен, не уверен, он еще не уверен, что он77 ам пять девч Catholicом식 и он записывает, что он ещё once given point of apology, который он делает, выдастUSE и наpeesи семье. То есть, не уверен, что его планирует себе и так далее, вот. Это означает, что, на человека, рассчитывают, на человека, надеяться на человека, на человека, на человека, ожидать от человека чего-то нельзя, понимаете, вот и все. То есть у него есть к вам реальные чувства, да, но без, значит, желание брать на себя ответственность, ничего не получится, и он это знает. И вы в глубине души тоже это знаете. Знаете, какая штука. Поэтому, 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 так и важна ориентация на себя, а не на него. Мужчина просто признается в том, что вы и так знали, что у него нет ответственности, да. Он боится ответственности, что вы ему нравитесь, но он не готов за это отвечать. Нужен ли вам такой мужчина? Решать вам. Нужен ли вам такой человек? Это уже чисто ваша прелогатива. Если считаете, что нужен, то определите, для чего нужен. Если нужен, то зачем нужен, да? Если вы правда и действительно готовы видеть такого человека, такого мужчину рядом с собой, то вы можете взять все в свои руки, вы можете сами человека, значит, ну, довести до отношений. Все это вы можете сделать, в принципе, сами. Вот. Я не думаю, что тут будут особые какие-то проблемы. Мужчина, скорее всего, под вашим напором он сдаст. Но, как показывает практика, женщины потом в отношениях очень несчастливы, потому что они постоянно должны что-то делать, они постоянно должны, значит, предпринимать какие-то действия, да, какие-то шаги, вот. Хочется все-таки активности со стороны мужчины, а активности со стороны мужчины не будет, потому что он привык, привык к тому, что все делают за него, вот. И он привык считать, что то, что происходит, нужно больше не ему, а партнеру. Дальше. Дальше. Так. Легче было отпустить его, когда все выглядело так, как будто он совсем плохой человек. То есть, по сути, вы говорите об обесценивании. И о принижении человека. По сути, вы говорите о том, что легче было опустить его тогда, когда я могла думать про него плохо. К примеру. То есть, когда я могла его унизить. Это не отпускание, не отпускание. Это именно рационализация, что именно процесс объяснения себе, почему я не могу быть этим человеком. Дальше. Значит. Так. Но если он где-то решился спустя 4 дня написать. Да, вот вы задумайтесь, почему за 4 дня. Вы уже успели другу об этом рассказать и так далее. Насколько для вас это серьезное значение имело. Так. Хотя бы это, возможно, не такой плохой. Он не плохой. То есть, плохой, хороший, это, по сути, это дело оценки. Он не плохой. Он просто плохой. Он просто плохой. Это не делает его плохой. Абсолютно. Дальше. Так. Может быть он действительно сожалеет, действительно заботизирует, но действительно запутался. Все так, но это его ответственность, не ваша. Ага. Или, может быть, это просто игра. Опять же, это его ответственность, не ваша. Вам нужно ориентироваться на себя. Или, может быть, ему просто жанр. Он написал, я прижаловался известно. Здесь вы обесцениваете себя. Обесцениваете и, соответственно, принижаете себя. Что является одной из причин, почему вы до сих пор однажды. Я не знаю реальных причин и не нужно знать. И, скорее всего, вы не узнаете реальных причин, потому что люди сами не всегда знают, почему они поступают так, а не иначе. Меня волнует что друг, если это действительно мой человек и симпатия взаимная, но из-за страхов мы можем потерять друг друга. Ну, во-первых, никаких ваших людей нет. Это вот, пожалуй, первое и самое главное, что вам нужно понять. Понятно. Нет никакого вашего человека. Вашего человека не существует. Есть люди, которые вам симпатичны, есть люди, для которых вы хотите, там, хотите, можете, желаете, значит, что-то делать. Вот. Но не более того. То есть это всё. Это предел. Как бы. Поэтому никакого вашего человека не существует. Далее. Страхи. Из-за страхов, конечно, можно обмажение потерять, но на плюс другом. А уйдут ли страхи, если, допустим, вы всё же будете вместе? То есть исчезнут ли они? На мой взгляд, конечно же нет. На мой взгляд, страхи не только не исчезнут, а, возможно, даже станут ещё больше. В отношениях будут приводить к какой-то агрессии, к какому-то негативу постоянному. Понимаете? Понимаете? Такая штука. То есть эта история, она вот про это. Эта история, она вот про то, что страхи, а если страхи позволили, например, отношениям не состояться, да? То это значит, что они, скорее всего, будут влиять и в дальнейшем на отношения достаточно серьёзные. Понимаете? И вряд ли что-то изменится. Я даже совершенно точно могу сказать, что не изменится ничего. Но дело здесь, дело здесь не в страхах, дело здесь в том, что вы изначально, изначально решили серьёзные отношения, да? Хотя они ещё, между вами, в принципе, невозможно, потому что вы друг друга не знаете, нет никаких предпосылок для развития. Для развития отношений. А вы уже о них говорите. Далее вы пишите, что меня это волнует. Волнует как и в чём? Волнует, скорее всего, потому что боитесь что-то для себя потерять. Не знаю, как действовать и действовать ли вообще. Действовать чтобы что, Юля? Если он написал все это известности и делал все то, что я нравлюсь ему, то нет, то, наверное, нет смысла продолжать общение, так как дружба это не то, чего я хочу от отношений с этим человеком. Понимаете? Понимаете? Какая история. Вы хотите от отношений с этим человеком что-то для себя получить. Так может быть именно поэтому у вас не получаются отношения, потому что вы пытаетесь что-то для себя получить, как вы говорите. И может быть именно поэтому отсюда и все ваши проблемы. Что сперва нужно понять, что я хочу, после чего я хочу получить. Реализовать это, чтобы быть максимально независимым и естественным в отношениях, а уже после этого строить отношения, опираясь на то, чтобы сделать человека счастливым. Я не думаю, что вы будете спорить с тем, что вы его счастливым, ну, не хотите, не хотите сделать. Я не думаю, что вы будете спорить с тем, что вы хотите чего-то для себя. Это неплохо. Это неплохо, что вы хотите чего-то для себя. Просто нужно честно в себе в этом признаться, в том, что вы хотите чего-то для себя. Нужно честно в этом признаться. И исходить из этого. Я хочу чего-то для себя. А если вы хотите чего-то для себя, то мужчина вам для этого не нужен. Понимаете? И самое главное, что когда вы рассуждаете так, когда вы говорите, что я хочу отношения с этим человеком чего-то. Вы же самого человека при этом раздвигаете на задний план. Да? Сам-то человек вам в этот момент уже как бы не особо нужен. Он выступает как своего рода, ну, средство, средство для реализации того, значит, ну, в чем вынуждает. И все. Я не думаю, что это уважительно для того, кому вы симпатизируете. Вот примерно так. Я думаю, можно вам ответить. Дальше. Если брат им нравится, хотелось бы пытаться все-таки сблизиться. Может, ему просто нужно время. Опять же. Для чего? Ну, хорошо. Вы сблизитесь. А все дальше. Вы готовы принять, что человек всегда будет такую вот позицию занимать. Вы готовы, что человек всегда будет так себя вести. Если готовы, то вы сближаете. И только время покажет и жалость на то, что он сделал или нет. Но вы никак не узнаете сейчас реальных причин, почему он так поступил. Вот. Вы никак не сможете это сделать, потому что он этого тоже не знает. И уж тем более не знаем мы. Проблема заключается в том, что у вас своей стратегии поведения нет. У вас ориентации на себя нет. Вы ориентируетесь на него. Если он, то я. Если он, то я. Но именно в этом играется ваша личностная проблема. Что на себя нужно ориентироваться, а на себя вы не ориентировались. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Потому что себе вы не доверяете. Вот. Вот так. С вашей неуверенностью в себе нужно работать. В основном еще некоторые проблемы скроются. Все это можно будет подкорректировать. И уже после вы сможете решить для себя самостоятельно, как вы будете, значит, поступать и что вы будете делать. Вот. Вот. Мы с мужчиной. Вот. В какую сторону вы будете двигаться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует...